МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня четверг, 13 августа. В эфире на Уральской обещательной кампании информационная программа «Объектив» в студии Марии Антонова. Я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями сегодня в выпуске. А у нас в квартире «Газ» – реализация программы газификации на Среднем Урале и Новоуральском городском округе. Стоп-коронавирус – статистика дня по Свердловской области и нашему городу. «Росатом» вместе – Новоуральск готовится к юбилейным мероприятиям атомной отрасли. Международный день левши – такой праздник отмечают сегодня, 13 августа. Теперь об этих и других событиях подробнее. Проекты развития газовой инфраструктуры в Свердловской области, реализуемые в 2020 году, выполнены более чем на 70%. Завершить работу и ввести газопроводы в эксплуатацию планируют до конца ноября. По данным Департамента информполитики региона, в этом году на газификацию территорий из областного бюджета выделили 344 миллиона рублей. Из них почти 200 миллионов направлены на возведение 10 новых объектов газоснабжения. По словам первого заместителя министра энергетики из ЖКХ Свердловской области Игоря Чекризова, на всех новых объектах работы проходят в соответствии с графиками. В ближайшие два месяца ожидается ввод распределительных сетей в Верхней Туре, Невьянске, Верхотурии и Бесерти. В Новоуральском городском округе также проходит газификация сельских территорий. В Тарасково завершена четвертая очередь газификации, а в деревне Починок подача голубого топлива только планируется. На следующей неделе строители начнут работу согласно подписанному на два года контракту. Тему продолжит Виктор Малышев. Мечта наконец-то сбылась. Речь о голубом топливе, которое теперь доступно для жителей села Тарасково. Здесь завершена четвертая очередь газификации. Событие действительно долгожданное, ведь о появлении здесь газа задумались много лет назад. Когда я еще работал, это 30 лет задумка была. И все время люди думали о том, чтобы нам сюда газ подвели, чтобы у людей было в доме тепло, светло. Слава Богу, что мы живем при газовой котельной, еще нас обслуживают. Но расценки, конечно, за гекокалории очень у нас большие. Мы намного больше платим, чем в городе. В декабре 2019 года у нас закончилась газификация села Тарасково. Построена четвертая очередь газопровода. Но сейчас идет процедура передачи этого объекта для эксплуатации в губсогазовые сети. Я думаю, в сентябре люди уже смогут подключаться к четвертой очереди газопровода. Газ – это возможность обеспечить дом теплом дешевле, чем при использовании других ресурсов. При этом дорого получается подключиться, приобрести котел и сделать технологическую разводку по дому. По словам начальника отдела сельских населенных пунктов администрации округа Светланы Дыковой, сумма может превышать отметку в 150-200 тысяч рублей. При этом у старшего поколения есть возможность получить поддержку от государства. А для других категорий населения существуют различные льготные программы. У нас в феврале месяце уже были встречи проведены жители села Тарасково, которые будут подключаться к газификации с подрядными организациями. Две компании были, которые газифицируют жилые дома, выполняют проекты, но полностью под ноль газифицируют дом. Также встреча была проведена с представителем Ростельхозбанка. Они тоже людям довели информацию, что у них льготное кредитование вот именно под газификацию жилых домов. Субсидия для пенсионеров она в предыдущие годы составляла до 35 тысяч. Сейчас законодательство пересмотрено. Сейчас с собственником жилья, которые газифицировали свой дом, выплачивается по 70 тысяч. Газификации Тарасково работа в этом направлении не заканчивается. В деревне Починок уже на следующей неделе ждут начала работ по строительству газопровода. Работа будет выполнять уже знакомая сельчанам фирма Сити Билдинг. Именно эта организация заканчивает возведение пристроек деревенской школе. Сейчас разыгран контракт на газификацию деревни Починок. Это контракт двухгодичный, переходящий, выиграла компания Сити Билдинг. И первую очередь у нас тоже в Починках идет частный сектор. Это юго-восточный район деревни Починок. И вот я думаю, что уже на той неделе в Починках уже работы будут начаны по газификации. Деревни и села – это опора России. И это не пустые слова. Сегодня продовольственная безопасность страны напрямую зависит от того, как работают агрофирмы. А трудятся там простые люди, сельчане. И создать для них комфортные условия жизни для государства – приоритет номер один. Виктор Малышев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. К актуальной информации по числу заболевших COVID-19. В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки заболели 162 человека. А общее число случаев – 22 943. По информации из Межрегионального управления номер 31 ФМБ России по данным на 13 августа, в Новоуральском городском округе 1164 человека всего за весь период развития эпидемии зафиксировано больных и с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них 1122 человека плюс 8 за сутки с подтвержденным диагнозом. За весь период госпитализировано 476 человек. 697 выписаны с выздоровлением. В настоящее время в стационаре инфекционного отделения находится 42 взрослых и один ребенок. Число летальных исходов – 15. Внимание у горожан сотрудники полиции Новоуральска в период с 12 по 14 августа проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Купюра», которое направлено на выявление и пресечение фактов сбыта поддельных денежных купюр. В настоящее время на территории Свердловской области увеличилось количество сбытов фальшивых банкнот достоинством – 1 тысяча и 5 тысяч рублей. Сотрудники полиции призывают горожан в случае обнаружения подделок сообщить о данном факте в дежурную часть. Телефон для жителей Новоуральска – 457-57, 480-40 и 457-39. Новоуральская вещательная компания покажет мероприятия в своих эфирах, независимо от того, в каком формате они пройдут. Многое зависит от того, какая в городе будет на тот момент эпидемиологическая ситуация. Конечно, мы заблаговременно начали подготовку к 75-летию празднования, 75-летие атомной отрасли. Пандемия внесла свои коррективы в подготовку и в наши планы. Но все-таки мы потихоньку возвращаемся к нормальной жизни, к течению жизни. И, конечно, мы сегодня на оргкомитете обсудили возможные варианты развития событий. И в этой части есть определенное поручение начать подготовку сегодня уже в части технической обеспечения, логистики. Вот такие моменты, которые мы можем представить уже для наших зрителей. Конечно, предполагалось ранее, и мы надеемся, что при условии снятия ограничений состоится большая насыщенная программа. Это будет общегородской праздник, независимо от ведомственной принадлежности. Мы вместе с комбинатом, вместе с предприятием атомной площадки, все жители города должны достойно отметить дату основания атомной отрасли. Подробнее о запланированных на различных площадках города праздничных мероприятиях расскажем в понедельник в информационно-аналитической программе «Объектив. Итоги». И в продолжении темы юбилея атомной отрасли. Наша рубрика, посвященная людям, внесшим большой вклад в развитие ядерных технологий. Анатолий Петрович Кнутарев, лауреат государственной премии, почетный гражданин Новорайска, почетный гражданин России, заслуженный технолог Российской Федерации, директор Уральского электрохимического комбината с 1997 по 2009 годы. Он родился 25 октября 1935 года в совхозе номер 49 Любинского района Омской области. Окончил знаменитый физтех УПИ, альмаматор атомщиков. Отсюда в далеком 1959 выпустились легендарные полтинники. Группа «Молекулярная физика», боевая десятка которых стала гордостью Уральского электрохимического. Она дала нам двух директоров, двух докторов наук, но главное умеупорство одаренных технарей, посвятивших комбинату почти полвека своих героических будней. Анатолий Петрович Кнутарев, как никто другой, знает масштабность руководства таким предприятием, как комбинат. Ведь он сам долгих 22 года был у штурвала, и его личный вклад в развитие УХК трудно переоценить. Благодаря эффективному руководству Анатолия Петровича коллективом-многотысячником сделан большой шаг в мир открытий и инноваций. А ведь когда-то он пришел на комбинат молодым и безусым и начал свою трудовую деятельность под руководством жесткого требовательного справедливого и мудрого директора УХК Андрея Иосифовича Савчука. В 1979 году за разработку и внедрение новых технологий Анатолий Петрович получил государственную премию. Он принимал непосредственное участие в разработке и промышленном внедрении в России технологии жидкофазного затаривания гигсов тарида урана, что позволило в короткие сроки наладить поставку обогащенного урана на мировой рынок. В 1987 году как главный инженер, а с 1997 как генеральный директор он осуществлял непосредственное руководство и принимал личное участие в совершенствовании развития производства, обеспечивал передовые позиции комбината на внутреннем и мировом рынках. А ведь стал директором Анатолий Петрович в период, когда произошел дефолт. В 97-98 годы прошлого столетия это были действительно сложные времена. А управлять просто. Вот есть несколько элементов этого управления, которые как отчинаши раньше говорили. Значит, первое – это изучение вопроса, анализ, выводы. Дальше – принятие решений по этому вопросу, разработка планов мероприятий. Обеспечение этих мероприятий всеми видами. Это и кадровыми, и техническими, и финансовыми, и всеми. А дальше – контроль исполнения. Просто ясно. Делай так, и у тебя пойдет все. Если ты первую часть пропускаешь, не анализируешь ситуацию, которая возникла, независимо на маленьком участке, в цехе, на комбинате, пропускаешь первую часть, а она может быть по-разному, пропускаешь. Либо ты окружен низкоквалифицированными кадрами, либо плохо сам ориентируешься в вопросе. Ты не можешь принять толкового решения, и, соответственно, все твои действия не дадут тот эффект, который нужен. Поэтому мне посчастливилось, что вот в работе, в которой я здесь трудился на комбинате, на каждом участке, где я его не был, меня угрожали прежде всего товарищи, друзья. Конечно, я не был вот так нянькой, это я тоже могу сказать. Но в то же время старался быть справедливым. Почему? Потому что от этого зависит отношение людей к труду, которым мы обязываем, так сказать, решать те вопросы, которые стоят перед нами. В 1999 году Анатолию Петровичу присвоено звание почетного гражданина в Уральске за большой личный вклад в развитие города и многолетний плодотворный труд на УХК. Он является лауреатом государственной премии. Удостоен звания заслуженный технолог Российской Федерации, лучший менеджер России. Награжден орденами знак почета за заслуги перед Отечеством и щит Отечества Третьей степени медалями. Имеет высший орден общественного призвания – почетный гражданин России. Человек – это создание сложное, и рассматривать его в отрыве от жизни, от людей нельзя. Если ты человеку не уделяешь должного внимания, грош тебе цена как руководителю. Человек превыше всего. В этих словах Анатолия Петровича – мудрость железного директора, как называли его во времена руководством комбината, его товарищи и коллеги. Он проработал директором до 2009 года. Это были годы руководства железного директора. Стабильно работал комбинат. Экономика развивалась по восходящей. Развивалась социальная сфера. На предприятию ее всегда поддерживали. Это были и садики, и медицина, и образование, и спонсорская помощь. Люди – это основное и основная забота при этих эффективностях. Какую бы технику мы ни внедряли, если забудем о людях, грош нам цена. Спасибо. В год 75-летия атомной отрасли хочется пожелать Анатолию Петровичу здоровья и долгих лет жизни. Альбина Бабкова, Новоуральская вещательная компания. К теме 75-летия победы наша рубрика «Вспомнить всех». Это совместный проект Новоуральской вещательной компании и историко-краеведческого музея. Летопись с именами всех новоуральцев, кто сражался за родину в Великой Отечественной войне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой прадед рассказывал мне о войне Как в танке сражались, горели в огне Теряли друзей, защищая страну Победа пришла в 45-м году Вечернее небо победы салют Солдаты России наш сон берегут Я вырасту и детям своим расскажу Как прадеды их защищали страну Согласно статистике, 10% населения Земли являются левшами И сегодня, 13 августа, они отмечают свой собственный праздник Впервые его отметили в 1992 году Валерия Конева продолжит тему Британский клуб левшей появился в 1990 году А спустя два года после его создания 13 августа 1992-го Отметили первый международный день леворугих Эта дата призвана привлечь внимание общества К проблемам, с которыми сталкиваются левши В праворуком мире И у этого праздника есть необычная традиция Участники британского клуба левшей Всех желающих сегодня призывают Хотя бы один день в году Делать все левой рукой Для большего взаимопонимания Со всеми леворукими Раньше тем, у кого ведущая рука левая Приходилось намного сложнее На Руси к левшам относились с осторожностью Им даже запрещали давать показания в суде А в советских школах Маленьких левшей переучивали в обязательном порядке В наше время отношение к леворуким в корне изменилось И все же они остаются в меньшинстве Современный мир создан для людей Которые все делают правой рукой Письменные и кухонные принадлежности Двери и замки Компьютерные мыши И многое другое сделано для праворуких Остальные приспосабливаются Может быть в школьное время где-то там сталкивался То есть я не мог резать ножницы сами для правшей То есть это для меня было очень тяжело Вот А так особо нет Я бы не сказал, что прямо есть трудности То есть я себя не считаю каким-то особенным из-за этого А в чем-то помогает, так скажем, леворукость? Ну в чем-то да В прошлом я в хоккей играл Долго очень И так вышло, что обычно все, допустим, защитники вратари Они заточены под правшей То есть у меня было такое некое преимущество в этом На самом деле это даже какую-то изюминку тебе дает Когда там, допустим, люди обращают внимание То, что там лево пишешь Ну это вот эффект вау Согласно статистическим данным От 3 до 10% населения Земли – левши И чаще всего мы не обращаем внимания на то Какая рука у человека преобладает Однако в одной семье часто бывает несколько левшей У меня одноклассники были левшу целых двое И помимо этого у меня еще старший брат левша Но так вышло, что его в детстве родители переучили Я, правда, не знаю зачем Но вот так получилось А он сейчас правой рукой полностью? Да, он сейчас нормально функционирует То, что он сейчас прямо чистая правша Это точно На самом деле ведущая рука не имеет такого уж большого значения Значительная часть различий между правшами и левшами На деле не более чем миф А то, какой рукой вы пишете Мало влияет на показатели интеллекта, работоспособности, творчества Или продолжительности жизни Валерия Конева, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания На этом наш выпуск подходит к концу Я желаю своих близких Будьте здоровы Всего доброго И до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова